И у меня первый вопрос. Николай Максимович, как вы думаете, чем Москва так привлекает молодых и талантливых? Всегда была столицей. Во всех... Куда бы ее ни принесли, Москва все равно была столицей, потому что всем было понятно. Ну, ни один русский император не мог считаться императором, пока он не короновался в Москве. Понимаете, это все равно в сознании народа всегда было. Как вы считаете, у кого больше шансов сделать творческую карьеру? У тех, кто решился покорять Москву или для тех, кто в Москве живет и для кого-то разное было? Да, это вообще индивидуально, но для меня никогда не было другого пути. Я с детства хотел находиться в Москве. В моей жизни так сложилось, что когда я был еще совсем маленький, до того, как я еще задумал стать артистом балета, вообще, когда у меня появилась эта идея, оказалось, что моя мама всю беременность была в Москве, потому что она выросла в Москве, у нее были родственники в Москве. Ну, а вот считала, что грузин должен родиться в Грузии, и потому поехала рожать на Тбилиси. И я в детстве ей говорил, зачем? Кто тебя просил? Это... И у меня было с детства такое, что я поеду в Москву, и когда я уже задумал танцевать, то большой театр стоит в Москве, потому никакого другого пути в своей жизни я не видел. Следующий вопрос к вам, как к члену Совета по культуре и искусству. А что сейчас делает государство для талантливых артистов балета, для музыкантов и актеров? Я не могу вам сказать, что оно делает, или что оно делает. Самое главное, чтобы оно ничего не меняло и не настаивало на том, чтобы... Главное, вузы страны, особенно в области культуры, да, все-таки мы самые древние, особенно в балете. Вообще в области образования светского, я не беру военное. Самое старое – это балет. Вот нам в этом году 280 лет. Мы старше всех театров, мы старше всех университетов, мы старше всего. Потому как бы это достояние государства, и мы этим отличаемся от всего мира. И нигде в мире нету подобного... Вернее, есть уже, эта калька снята у нас. Но нигде нет на таком уровне, как в России. Потому если мы это потеряем, если мы не будем в это вкладывать деньги, не будем... То мы потеряем что-то то, что именно создано в России, да. Потому что только русский балет классический является ценным. Потому что все театры мира базируются на русском классическом балете. И наше образование, оно самое совершенное. Наверняка есть у вас любимое место в Москве. Кстати, а где вы провели свое детство? Вот где оно прошло? На Фрунзенской набережной, и для меня это самое родное место. Я считаю, что, ну, как бы для меня дом, и это Фрунзенская набережная. Вот, вторая, третья Фрунзенская. А в детстве я очень много времени гулял с мамой по Гуглевскому бульвару. Тогда можно было себе это еще позволить. Тогда еще там не было столько машин. И дышать было чем. А где вы сейчас живете? Где ваше место родное? Вот где квартира, так скажем. Фрунзенская набережная. Для меня это самое любимое место. Ну и Гуглевский бульвар, он просто для меня ностальгичный очень. Вот вообще пройтись от Арбата до набережной, это самое такое родное. А ты поменяла, да? Ну, я уверена, что в день веке... Ну, если у меня есть, я с этим это делаю. Потому что это такое, это для меня такая настоящая Москва. Еще не очень изуродованная. Ну, я уверена, что у вас все-таки есть что пожелать. Москвичам 870 лет, столица. Вот что вы сейчас хотите сказать нам? Мечтаю, чтобы наш город, я уверен, что он будет всегда существовать. И вот у меня в этом уверенность, потому что, не знаю, я его настолько люблю, что я не могу себе представить, что его может не быть. Но я бы очень хотел, чтобы мы как можно бережнее все относились к собственному городу, в котором живем. И чтобы он имел все-таки свое лицо, не делать из него европейские столицы. Потому что там это прекрасно, потому что это там. А Москва была прекрасна абсолютно другими вещами. И московские бульвары не сравнить с парижскими бульварами. Они другие абсолютно. Не надо их превращать в парижские. Потому что в этом была красота. Вот я очень за то, чтобы как можно больше московского сохранилось в Москве. Николай, спасибо за интервью. Хорошего праздника. Ну а мы возвращаемся на сцену фестиваля молодых исполнителей в Измайловском парке.